Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов Остин. Самара поэтическая. Я знаю, что очень много в нашем городе и в области в том числе проживает очень талантливых людей, которые, может быть, не с младых ногтей, но в юношестве или даже сейчас продолжают писать стихи. Так вот, сегодня в наш прямой эфир я вас приглашаю. Будем виртуально общаться. Если вдруг у вас возникнет желание что-то зачитать, так сказать, из личного, неизданного, милости просим. 202-11-22. Ну и, конечно, в ближайшее время будем разговаривать о поэтах, поэзии, о конкурсах, фестивалях, которые этому посвящены у нас в городе. Ну и, собственно, розыгрыш тоже состоится в ближайшее время. Сегодня будем разыгрывать пригласительный на двоих концерт Наташи Королевой 1 ноября. КРЦ «Звезда». Не пропустите. Ну что, с большим удовольствием буду сейчас представлять вам наших первых гостей. Но пока напомню, что 8 сентября у нас в городе был праздник. Да, это был День города, но еще как бы знаменательным он оказался для всех тех, кто принимал участие, активное участие в фестивале молодежной культуры «Старт». Много было спортивных состязаний, много было состязаний интересных, разноплановых. Но хочется, наверное, нашу тему выделить поэтический батл. Ребята собрались, ребята читали на публику свои стихи, было очень интересно, весело. Так вот, у нас в студии сегодня победители этого поэтического батла. Будем знакомиться. Алексей Коновалов. Здравствуйте. Алексей занял второе место в этом году. И рядом с ним Ирина Мишутина заняла в этом году третье место и победитель прошлого года. Добрый день. Ну, кто начнет вообще, как вы считаете, у нас Самара поэтическая или нет? Леша. Ну, на мой взгляд, достаточно поэтический город, потому что много поэтов, много стихов, много таких литератовых вечеров происходит, проходит город повсеместно. То есть довольно поэтический город. Ну, а как вы пришли, так сказать, в этот круг? Ну, если честно, я начал читать это относительно недавно. То есть буквально этим летом попал в рок-бар-подвал. То есть там был свободный микрофон, там выступал. Стихи пишу лет 16, наверное, но что-то более такое серьезное уже лет 20, наверное, началось. То есть... Ну, стихи как бы это для меня как хобби, то есть по впечатлениям, по чувствам. То есть это не профессия. А вы физик или лирик по профессии, по образованию? Ну, я инженер. Ну, то есть физик, получается. А как так вот получилось, что стихи сами-то вошли в вашу жизнь, в вашу голову? Ну, на самом деле, банально, довольно отвечу, наверное, просто они когда идут из тебя и никуда их не денешь. И не заткнешь этот поток. Ну, а где вот приходится, кроме, допустим, каких-то конкурсов читать? Перед друзьями? Или где-то в интернете блог ведете? Ну, в интернете есть страничка на стихах.ру. Но не могу сказать, что я активно их занимаюсь. То есть сделано для того, чтобы просто была. Ну, а стихи читают в основном друзьям и кому посвящены, то есть девушкам. А, девушкам, сказал Алексей. Ладно, ладно, мы эту тему разовьем еще. Ирина, вопрос такой. Как вообще пришли-то в поэтический мир? Ну, стихи начала писать где-то лет в 13, а выступать примерно лет в 15. Случайно попала на литературный вечер. Тогда еще в арт-пропаганде они проходили. И мне так понравилось. Я увидела ребят на сцене, я подумала, как здорово. Я тоже хочу. Какие они крутые. Да, я должна быть на их месте. И так получилось, что на следующий вечер я пришла, был свободный микрофон, я выступила. И вот как-то так постепенно втянулась. И вот до сих пор этим занимаюсь. Но вы конъюнктурщики? Вы пишете к определенному случаю? Или все-таки... Нет, я не люблю вот это вот писать к 8 марта, к Новому году. Я стараюсь так не делать. Как-то для этого существуют открытки. Ну, просто не хочется делать что-то шаблонное и то, что уже есть. Хочется делать что-то свое, что-то нестандартное, что-то уникальное. Но ведь наверняка подходят люди там, родные, близкие. Леша, Ир, вот там у бабушки день рождения, у дедочки. Давай-ка напиши что-нибудь к юбилею. Или там к начальнику, или что-то еще такое. Вот бывает у вас? Нет. Знают люди, что вы пишете и пользуются этим? Пользуются? Ну, родственники знают, что я пишу, что я выступаю. Но как-то... Я не очень люблю делиться с ними. Я как-то стесняюсь. Зажимаете, зажимаете. Самых близких людей я стесняюсь больше всего. Правда? Да, я... Ну, не знаю, вот так... То есть проще на публику незнакомую что-то прочесть? А у вас, Лешка? Да, наверное, тоже соглашусь с Ириной, потому что... Ну, для меня, потому что никогда родной человек не скажет, что там писал плохо. То есть человек, которого ты не знаешь, может это сказать, а родные никогда не скажут. Чтобы не обидеть тебя в лишний раз. А хочется правды? А как к критике относитесь? Ну, с... Она нужна. Да, без критики никуда. То есть сугубо положительно, то есть. Ну, если она аргументирована, если она идет от человека компетентного, то, конечно, к ней стоит прислушаться. Если просто какой-то незнакомый человек тебе говорит, ну, ничего особенного, все плохо, ты еще можешь сто раз подумать, прислушиваться к его словам или нет. Ну, задуматься можно. Ну, да. У нас есть фотографии, которые, может быть, наглядно сейчас вам, дорогие телезрители, проиллюстрируют, как проходил этот поэтический батл. Ребята, если вы кого-то там увидите на фото, о котором хочется о человеке сказать, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, могу сказать, что было много участников, 60 участников в этом году, да, около 100 с лишним зрителей. В состав жюри вошли Павел Загаринский, литературный консультант Самарского отделения Союза писателей России, заведующий отделом поэзии литературного журнала «Молодежная волна». Вот они сидят сейчас в кадре. Член Союза писателей России, в том числе. Дмитрий Агалаков, член Союза писателей России, автор 17 романов, исторических в том числе. Ирина Сидоренко, актриса, доцент кафедры актерского мастерства Самарской государственной академии культуры и искусств. Как готовились, ребят? Честно? Никак. Никак. А как выбирали произведение? Сколько нужно было прочитать? В первом туре читали по два стихотворения, а во втором тоже одно. То есть это все в течение дня, да? Да, это заняло там три или четыре часа, потому что первый тур был очень объемным, очень много участников. Никто не ожидал такого наплыва, потому что по сравнению с прошлым годом, это в разы возросло число желающих выступить. Ну а как вот вообще сложно было выйти на набережную к микрофону? Ну, радовало наличие микрофона, потому что, понятное дело, что без него было бы очень тяжело, а микрофон, техника, слава богу, не подвели. И было, в принципе, легко выступать. Вот мы сейчас видим диплом Алексея, как раз таки, Леша. Где висит? На видном месте, думаю? На работе повесил. У меня там, если честно, целая стена. Почетно. Увешена, да. Поэтому... А сложно было вот перед жюри выступать вообще? Такие серьезные сидят, редкие улыбки можно увидеть на их лице. Если честно, вот лично я на жюри вообще внимания не обращал и как-то вышел, довольно спокойно прочитал, но потом, когда ушел... Семно в глазах, но я читаю, да? Ну, примерно так оно и было, что на самом деле вышел, прочитал, а потом уже коленки тряслись, а так нет. То есть стараюсь не обращать внимания на жюри, потому что, ну, как-то захочется на них привести впечатление, из-за этого разволнуешься, еще хуже, короче, будет. Поэтому взгляд на горизонт и читаешь. Понятно. Точку там себе где-то, да, найти. А какие города, может быть, знаете, были представлены, кроме Самары? Я вот знаю, что из Тольятти был один молодой человек. Дмитрий его, по-моему, звали. Мы с ним после конкурса пообщались. Мне очень понравились его стихи. Вот. И я даже голосовала за него, за приз зрительских симпатий, но, к сожалению, он не выиграл. Еще один молодой человек был из Орла. То есть люди ехали... Да, то есть из разных городов собрались люди, и очень неожиданно было. Я знаю, что вот даже ВКонтакте, вот общение, ваша страничка, там поэтический баттл, люди пишут, ехали участвовать, не выиграли, но не расстроились, потому что пообщавшись там с людьми, как-то так поняли, что, в принципе, есть куда расти, есть куда стремиться. А не было никаких тематических вот, как бы, таких наказов, что вот читаем, мы, может быть, приветствуем про Самару, Дню Города, кто-нибудь, вот что-нибудь такое. Насколько я помню, ограничений по теме не было, но, по-моему, у кого-то я слышала пару таких зарисовок городских. Но о чем пишут сейчас, Алексей? Вот о чем пишут самарские поэты ныне? Недавно обсуждали эту тему в библиотеке юношеской. Самарские поэты пишут о себе, о осени, о городе, о любви. Такая самарская осень, да? Ну, конечно. Ну, как бы, осенняя пора, очарование, все в таком ключе, поэтому сейчас, наверное, про осень. Наступит зима, будут про зиму писать. А как же тема поэта и поэзии, личности там? Не, ну это же и стоит на первом месте, что я поэт. Зову себя Цветик, да? Меня вам всем приветик. Ну, а вопрос такой, все же девушки, парни, как-то есть какой-то, я не знаю, пропорции? 50 на 50 или 70 на 30? Сложно сказать. Почему-то вот на конкурсы всегда приходит большее число девушек, но, например, в той среде, где я обычно выступаю, больше юношей пишущих. Вот поэтому это... Юношей пишущих о девушках? Нет. У них есть, конечно, любовная лирика, но больше у них там какие-то гражданские темы. Вроде на отчизну. Да. Русь. Вот, а писать песни никогда не приходилось? Никто не заказывал? Вот, Леш, у тебя отличные там стихи. Давай-ка песню напишем. Не продавали никуда еще? На заказ, ну, очень трудно писать на самом деле. То есть, возвращаясь к нашему разговору, можно там написать коллеги, если ты его знаешь хорошо на заказ, там, какое-то поздравление. Ну, вот, допустим, я не смогу написать хорошую песню на заказ. Ну, а вот никто не подходил, еще не обращался? Пока еще не было. Давайте напишем. Ну, искренне вам этого желаю. Спасибо. Потому что, мне кажется, это интересно, увековечить, так сказать, свои стихи, да, в песне. Друзья, вы можете тоже себя и в эфире увековечить, и потом на повторах смотреть, смотреть и прочитать нам что-нибудь в прямом эфире. Звоните 202-11-22. Может быть, есть желающие. Наградим. Не переживайте, чем-нибудь ценным это всегда поощряется. Ну, что, мы сегодня говорим о Самаре поэтической. Пишут, оказывается, у нас поэты и о себе, и о каких-то бытовых вещах, и о осени. Ну, вот, о зиме грядущей, может быть, про животных кто-то пишет. Мы обязательно послушаем сейчас, я кажется, и Алексея, и Ирину. Но хочется сказать про то, как бы про итог поэтического батла. Знаю, у вас была презентация книги. Да, вот она лежит. Лежит на столе. Давайте сейчас крупным планом покажем, что в ней. Буквально в минувшую среду это состояла презентация в детской библиотеке, где был презентован собственный сборник стихов результатом поэтического батла. То есть участники поэтического батла, которые уже рейс, ну, сошло достойное, включили в этот сборник. То есть очень приятно почитать себя не просто на страничке экрана, а на настоящей маленькой бумажной книге. Поэтому, я думаю, дополнительно очень большая, как бы, награда. А какой тираж интересный? Можно посмотреть. Там есть память не изменяет. То есть это можно приобрести или можно получить? В детской и юношской библиотеке получить это можно, насколько я знаю. И подарить. 300 экземпляров. Ну, и мне кажется, это первый тираж, вдруг будет больше. То есть ваши стихи там присутствуют. Да. Понятно. Ну, давайте с Алексеем начнем. Алексей, что вы нам сегодня прочитаете? Мне так хочется послушать. Мне кажется, вы пишете как-то необычно. Ох, хорошо. Глаза твои бездонно-донные, голубые или синие, в меня влюбленные когда-то давно. Но не теперь. Я вписан тобой в реестр потерь. Напротив меня пометка «Забыть» и с носка в углу «Никогда не любить». Все фотографии в урну под стол, лишь бы никто-то меня не нашел. Чувства, слова, развеять по ветру всю переписку обратным конвертом. Весь алкоголь ночью выли в окно. Но дым сигарет вместе с ним заодно. Быт без меня быстро станет обычным. Забудешь меня за кефиром привычным. А я буду помнить сонно-томные глаза твои в меня влюбленные. Ух ты. Я даже, мне кажется, могла себя там найти. Ну, своей историей. Не будем об этом. А это какое-то посвящение? Это личное что-то? Да, на самом деле очень интересный этот стих. Он породился как бы внезапно. То есть я изначально не знал, кому он посвящен. Но потом нашел ту девушку, которая, так скажем, развелась по сценарию всем. Поэтому довольно-таки знаковое для меня стихотворение. Понятно. Очень приятно. Ирина, чем нас порадуете? Ну, Леша задал такую лирическую тему. Пожалуй, я тоже что-нибудь такое прочитаю. Твое имя мне было молитвой. Твое слово бальзамом от ран, проигравший последнюю битву. Я опять воскресаю с утра. Словно феникс, тряхнув с крыльев пепел, я ступаю на мокрый асфальт. Тучных крон неразборчивый лепит. В разгил уж, будто тысячи смальт. И клубится мой дым сигаретный. Вокруг шеи, как старенький шарф. Как киоск погорелый газетный, и моя почернела душа. Здесь остались одни головешки. До обломки немых кирпичей с угольком, что сжимаю в ладошки. И с тяжелой косой на плече я прощаюсь с любимой святыней. Она больше во мне не болит. Мне не нужно теперь твое имя. Я могу жить совсем без молитв. Тоже очень трогательное посвящение кому-то. Да, ну у меня вообще большинство стихов посвящены реальным людям, реальным событиям, друзьям, близким. Поэтому всегда есть мула, скажем так, у моего стихотворения. Живое воплощение. А бывает так, что не пишется? Да. Вот начинаешь тысяч четыре строчки, или там две, три, и все, и дальше вот стопор такой вот. Да, бывает. Просто я откладываю это, и через какое-то время пытаюсь вернуться. То есть бывает, что одно стихотворение растягивается на несколько месяцев, но зато потом этот труд, он чувствуется, то что работа над стихотворением велась более такая кропотливая. Ну как-то подписываете их? Там, куда-то, я не знаю, там, раньше, по крайней мере, как у меня было, там, писали какие-то ежедневнички, писали число обязательно. В каких, может быть, обстоятельствах это написано, кому посвящено. Сейчас понятно, что электронное, да, все у нас такое вот, блоги, странички там на каких-то сайтах тематических. А вот желание реализоваться именно в книжном таком вот варианте не возникало, не хотите выпустить? У меня в ближайшее время выходит сборник моих стихов. А сложно вообще вот организовать это? Ну, мне повезло, просто я весной стала победительницей поэтического литературного турнира, пятого уже областного. И главный приз как раз — выпуск книги. Победила я вместе с еще одной девушкой, Дарьей Любимовой, и вот как раз мы разделили тираж на двоих. То есть у нее выйдет книга тиражом 150 экземпляров и у меня. Вот, так что это, можно сказать, случайность. А так я еще не задумывалась именно своими силами выпускать книгу. Но ведь на кого-то равняетесь, я не знаю, это тоже в школе программа какая-то, я не знаю, какие-то, не знаю, какие-то поэтические, шаги какие-то, столпы, какие-то, я не знаю, люди, в конце концов, которые вдохновляли, есть у вас? Ну, довольно банально. Это Сергей Есенин и есть такой американский писатель Чарльз Буковский, но он вряд ли широко известен. Буковский, ну как? Поэтому вот как-то так. Я цитирую его не буду, конечно. Вот, ну, в общем, есть такие люди. Я знаю, что у нас в Самаре любят Есенины, очень часто устраивают и музыкальные вечера, и поэтические в том числе. То есть пока еще помнят. Ну, я думаю, всегда будут помнить, пока есть русская литература. Вот. Ирина, есть какие-то такие вот знаковые имена? Есть авторы, которые мне очень нравятся. Это вот Ахматова. Когда я начинала писать, она была для меня вот таким ориентиром. Потом я, конечно, немного отошла от него, но вот как бы она всегда в моем сердце, если можно так сказать. Блока очень люблю. Из современных поэтов Дмитрий Быков, пожалуй, такой... Злободневный. Да, злободневный и очень близкий в своих настроениях иногда. Ну, как вы вообще считаете, за стихотворениями есть какое-то будущее вообще? Нужно ли это людям? Вот такой философский вопрос. Философский вопрос. Потому что сейчас все упрощается. Мы пишем «чо» вместо «что». Мы не ставим знаков припинания, да, зачастую. Мы какие-то... Как-то все вот в упрощении идет. И рифма-то у многих, кто считает себя поэтом, зачастую, ну, проста. Там, как они называются, я сейчас, может быть, не вспомню. Но очень простые рифмы. Вот как вы думаете? Ну, я вам позволю рассказать небольшую историю. Я помню, когда учился в техникуме, и там, ну, был урок литературы, и пришел ученик бывший, Клариса Владимировна Щукиной, вот, и говорит, Клариса Владимировна, говорит, спасибо большое, что вы меня, как бы, наставили на пульте литературы, потому что я выучил стихи, потому что, говорит, бывало сейчас, вот, зажмешь девушку в углу, прочитаешь ей что-то из Есенины, и она вся растает. Поэтому, мне кажется, пока есть любовь, и стихи тоже будут существовать. Вот так вот. А вы как, Ирина, считаете? Я не думаю, что стихи исчезнут или станут ненужными, потому что, вот, для меня до сих пор удивительно, что, там, после выступления или где-то в интернете люди говорят спасибо за стихи. Для меня это всегда удивительно. Ведь сложно воспринимать, ведь многие воспринимают на звук, на слух, сложно, чем вот прочитать. Ну, да, ну, или в интернете, я говорю, кто-нибудь прочитает и просто пишет незнакомый человек тебе. Это всегда приятно и вот удивительно, на самом деле. Еще не все потеряно, я думаю. Ну, как часто самарские поэты встречаются вообще? Есть какие-то такие у вас, не знаю, знаковые встречи, места, где пишутся? Ну, опять-таки, в библиотеке в Самарской проводятся ежемесячно, там, или тяпница называется, как бы, само мероприятие, то есть это каждый месяц. Ну, и всяких там в клубах и в каких-то таких, в кафе, может быть, происходит свободный микрофон, то есть где любой желающий может прийти и прочитать что-то свое или даже не свое. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Да, давайте, давайте. Я хотела бы прочитать стих собственного сочинения. Давайте. Это кому-то посвящение, Екатерина? Нет. Никому не посвящаете. Так родилось спонтанно. Да. Ну, спасибо вам большое. Что ж, друзья, у нас на кону билеты на Наташу Королеву. Если вдруг желание есть выступить, точно так же прочитать что-то свое личное, не из интернета скопированное, звоните. Пока, Екатерина, у нас претендент номер один. Что ж, мы благодарим ребят, вам удачи, творческих успехов, книг побольше, я не знаю, каких-то выступлений. Ну, а во второй части нашей программы мы тоже посвятим удивительному событию, которое ожидается в нашем городе уже в середине ноября. И если вы поэт, и если вы еще не реализовали себя, милости просим к экрану, будет очень интересно. Мне вот очень нравятся набережные наши. Новые, конечно. Потому что мы в этом, вот в старом городе живем. Спускаемся, как-то вот, знаете, приходишь на набережные, это плеск воды, и сразу успокаиваешься под этим плеском. Ну, мне кажется, Волга только, вот река нас как бы. Прежде всего, содружество всех народов, символ, чтобы все жили дружно. Вот это было символом. Ну, набережные, естественно, Иверский монастырь, ну, памятник Чапаева, драмтеатр. Вот, очень красивое место, драмтеатр. Наверное, старую Самару за счет ее архитектуры, модерновой такой. Я бы себя назвал символом Самары, потому что в ближайшее время мы ведем сейчас переговоры с губернатором о создании первой, единственной визитной карточки Самары, балл величия Самары. А символ Самары, я не знаю, это красивая женщина. Нашу набережную символом Самары назвал бы. Не знаю, это самое популярное наше место, одна из крупнейших, вот, и все люди восхищаются приезжие. Нашей красотой, особенно после того, как сделали вот эту вот очередь, ну, я просто, я под впечатлением до сих пор. Пускай Волга будет. Ну, набережная, очень нравится набережная, очень красивая, сейчас ее особенно обустроили. Там очень приятно гулять стало, красиво. Ну что, Самара поэтическая, включаемся. Если вдруг есть желание что-то свое личное прочитать, не стесняйтесь. 202-11-22. Ну, а в ближайшее время у нас в Самаре тоже будет проходить удивительное и, мне кажется, знаковое событие. Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Онищенко пройдет в Самаре 22-24 ноября. Что это будет, что будет проходить, что будет включать в себя мастер-классы, какие-то встречи, нам расскажут организаторы этого мероприятия. Давайте знакомиться. Член Самарской областной организации молодых литераторов, руководитель Центра чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки Софья Сарамятникова. Здравствуйте. И член правления Самарской областной организации молодых литераторов Елена Долгова. Добрый день. Добрый. Ну, расскажите, что за поэтический фестиваль, тем более всероссийский. Как такое случилось? Ну, хорошо, что вы отметили именно статус этого фестиваля, это всероссийский фестиваль. Мы приглашаем к участию в этом фестивале авторов не только стихов, но и прозаических произведений. Драматургов. Драматургов, публицистов. Ну, разумеется, да, поэтов, это уже было озвучено, от 18 до 30 лет. Исключительно в этих рамках. Да, в этих рамках, ну и пишущих, соответственно, на русском языке. Работы принимаются. Мы решили продлить срок принятия заявок и работ до 5 ноября. Да, друзья, вы сейчас видите на экране электронную почту, на которую можно отправить свои труды. И я знаю, какая-то заявка, да, где-то есть? Есть на сайте litsamara.com, там положение об этом фестивале, которое включает в себя анкету, которую нужно заполнить вместе с своими произведениями, отправить на вот эти вот электронные адреса. А сколько будет человек отбираться? У нас будет 50 участников всего. Мы планируем в районе 50 на 50 поделить, так скажем, половину где-то сделать участников из Самары, из Самарской области. Остальные участники будут из других городов. У нас уже заявились участники из Астрахани, Нижнего Новгорода, из Москвы. И, в общем-то, я думаю, что география будет достаточно обширной, тем более, что как бы у нас опыт организации уже есть очень хороший. Мы организовали поволжский тур общероссийского фестиваля МЦИРИ в Самаре. И вот той же собственной командой, Самарская организация молодых литераторов, мы организуем и этот всероссийский фестиваль. Ну, даявки до какого числа? До 5 ноября. До 5 ноября, друзья, все положения можно найти. Мне кажется, даже можно ввести, да, какой-то вот такой в поисковик всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Онищенко в Самаре 22-24 ноября. У нас есть афиша, в принципе, мы можем сейчас посмотреть. И расскажите, почему решили посвятить Михаилу Онищенко, что за человек? У нас в Самаре есть действительно настоящие поэты. Это член Союза специателей России, ну и, собственно, не член Союза специателей России. Вот Михаил Селдович Онищенко, он был действительно легендарным поэтом. Для тех, кто знаком с его творчеством, могут подтвердить это стопроцентно. Но книги его, ну, не так популярны, на самом деле, в Самаре, потому что у нас небольшими тиражами распространяется это все по библиотекам, по книжным магазинам. Поэтому для тех, кто хочет ознакомиться с творчеством Михаила Онищенко, можете просто на стихах Ру забить Михаил Онищенко «Шелехмецкий». И вам выдаст все его творчество, вплоть до последних стихотворений, написанных в августе 2012 года. Он ушел из жизни, к сожалению, в ноябре 2012 года. Решили посвятить. Да, решили посетить фестиваль. Я думаю, это традицией станет, потому что, ну, многие, многие поддержат нас вот в этом плане, потому что это был действительно очень хороший человек, очень хороший поэт. Елена, а вот организация всего этого, на чьи плечи-то ложится? Есть какая-то поддержка? Есть, я знаю, что вы будете предоставлять жилье, да, питание участникам? Ну, конечно, есть. Естественно, без городских властей мы бы не справились. Администрация нашего города нас поддерживает всячески, в принципе, всегда поддерживала. Поэтому, как бы, вот наша команда с поддержкой администрации, с поддержкой универсальной научной библиотеки. То есть мы действуем все сообща, мы действуем все вместе. И, конечно, как бы помощь есть однозначно. Ну, вот такой вопрос. Кто будет входить в жюри, так скажем, этого конкурса? Есть уже какие-то мысли на этот счет? Да, жюри уже практически сформировано. Это представители из Москвы. Это Михаил Михайлович Попов, известный поэт и писатель-фантаст. Он потрясающий литературный консультант, но уже вышеозвученный Павел Александрович Загаринский. Будет также преподаватель госуниверситета. Литераторы, да? Да, литераторы. И, ну, будут еще московские мастера. Это будет сюрприз. Сюрприз. Всех секретов не раскрываем. Друзья, по-прежнему ждем прямой эфир ваших звонков. Вдруг, если кто хочет сходить на концерт Натальи Королевой в КРЦ «Звезда», можно прочитать свое стихотворение, получить приз 202.11.22. Пока у нас вот Катерина, самая смелая. Катерина, держите за себя кулачки. Вдруг, как бы, больше смелых-то и не найдется. Хочется отметить, друзья мои, что по-прежнему вы можете записать адрес, до 5 ноября принять участие вот в этом конкурсе, пройти отбор, ну, или не пройти такое тоже, может быть, но не отчаиваться при этом. А, допустим, кто не пройдет по конкурсу? Понятно, что 25 человек – это очень мало для Самары. Смогут ли они как-то принять участие в этом фестивале? Ну, как зрители, безусловно. Как зрители, болельщики, да? Болельщики. И также могут посетить, как слушатели, наши мастер-классы. Вот, об этом вопрос тоже. Да, мастер-классы – это отдельная, очень интересная графа в нашем фестивале. Вести будут мастера, действительно мастера своего дела, консультировать и разбирать рукописи участников. Они будут разбираться вообще до каждой буквы, потому что отбор достаточно жесткий, и мы хотим, чтобы это все было качественно. Ну, кроме мастер-классов – это такая жесткая, на самом деле, часть. Наверное, многие будут испытывать стресс во время их, ну, и что-то полезное для себя почерпнут. Будет и развлекательная программа в виде, вот, как у нас старт, поэтический батл. Вот примером является подобный, поэтические батлы, они будут сопровождаться… Стенка на стенку. Да, да. Битва городов. Уфа на Пензу, Самара на Краснодар, Астрахань против Москвы. Но вообще вот 50 – это не маловато? Или это пока только такой предел, который можно позволить для начала этого? На самом деле, этим количеством, я думаю, Лена со мной согласится, хорошо выявлять качество. То есть отбирать. Да, отсеивать, да? Да, отсеивать. Как же обиженные. А как же те люди, которые вкладывали душу, их не жалко? На самом деле, у нас в Самаре много конкурсов. Да, вот я тоже хотела бы сказать. Ну, с российских-то немного. Ну, можно участвовать, и в принципе мы даем всегда всем, как бы, кто у нас участвует в конкурсах, мы их рекомендуем для участия в других разных фестивалях и чемпионатах, да, и турнирах. И у нас постоянно ездят делегации из нашего города на различные фестивали. Поэтому, если кто-то не попадет сюда, он может прийти как вольнослушателем, да, поучаствовать. Посмотреть, а кого же выбрали, если не меня, да? Да, да. И может, в общем-то, дальше совершенствоваться. Никого мы никогда, никуда навсегда не отправляем. Понятно. Не игнорируйте, в конце концов. Ну, расскажите, пожалуйста, что за организация молодых литераторов? Как давно вы существуете? Так, сколько лет? Четыре. Больше четырех. Пять уже? Может, пять лет, да, мы сбились со счета. Да. Ну, организация занимается литературными мероприятиями, литературной деятельностью достаточно интересной. Много у нас в Самаре молодых литераторов? Ну, много, достаточно много. Но самое главное, чем занимается эта организация, это продвижение литературного творчества молодых наших самарских авторов. То есть мы помогаем издаваться, мы помогаем как-то продвигать свое собственное творчество. Это не только конкурсы, это действительно рекомендационное вступление в Союз Писателей России. Такие случаи уже были. Приятно. То есть дарятся какие-то даже, да? Да, издаются уже настоящие книги в твердых обложках и солидным тиражом. А кого сейчас в школе читают современные дети? Каких поэтов? Понятно, что Ахматова, Блок, как называли Есенина, это классика, которая никогда не выйдет из программы и обязательных в том числе. Не изучали этот вопрос? Кого сейчас в учебниках по литературе читают? Я вот как-то не задумала. Центр Читения изучает этот вопрос. Изучает, да? Классику читают много. Но это классика. Веру Полоскову читают много. Да, это же про меня подумала. А у нас есть в Самаре автор Константин Потапов, наверное, вы знаете. Его тоже, ну, его больше смотрят, потому что у него много видео в интернете, где он читает стихи, настоящие такие поэтические ролики. Эдуарда Осадова читают, любят. Арсения Тарковского, может быть. Ну, просто интересно, кто через лет 20-30... Бродского очень любит, вот я забыла сказать. И кто вот войдет в учебники и литература в него, вот интересно, потому что... Ну, у нас есть конкурс литературной критики среди школьников. Он проходит совместно с Городской думой. И школьники, собственно, пишут критические статьи, эссе на тему именно авторов. И очень много берут самарских авторов. Что приятно. Да, что приятно, действительно, занимают места по анализу, исследованию самарских авторов, то есть членов нашей организации литературной. Есть два лидера, вот, среди критикуемых авторов. Это как раз Михаил Анищенко и Евгений Петрович Чапурных. Ныне живущий и пишущий активно наш самарский автор. Ну, по-моему, у него еще и как раз-таки не поэзия, да? Нет, у него поэзия. Поэзия, да? Прозаики, публицисты, драматурги от 18 до 30 лет. Какие-то требования к работе? Для работ прозаических не больше, для публицистики не больше двух авторских листов, для прозы и драматургии не больше трех. Ну, для поэтических не больше, по-моему, 20 стихотворений. То есть 20 можно прислать? Да, да, в одной подборке, насколько я помню, не больше 20, да. Да, а есть ли друг человеку 17 или 31? Увы. Увы, то есть пока не попадаем под такие рамки? Ну, допустим, там, если будет 18 вот-вот там на днях, мы как-то можем еще, да. В этом году, например. Потому что положение конкурса, это и есть положение конкурса, и критерии оценки авторов, они вот должны быть достаточно четкими. Ну и главный вопрос. Призы. Призы. Это будет очень большой сюрприз. Большой сюрприз, да. У нас выйдет, я скажу, да, про журнал, у нас выйдет по итогам этого фестиваля специальный выпуск журнала «Молодежная волна». Обязательно мы всех авторов опубликуем, всех участников. То есть одним из призов – это публикация. Может быть, для кого-то это будет самая первая публикация. Конечно, это приятно. Да и даже если не первая, всегда приятно. Всегда приятно, да. В журнале он будет тиражом от 500 экземпляров. Сейчас мы как бы точно будем узнавать, сколько сможем напечатать. И, конечно, каждый автор получит свой авторский экземпляр. Обязательно сделаем презентацию номера после этого, когда он выйдет в печать. В общем-то, они смогут еще раз выступить, почитать свои стихи со сцены. А я еще скажу, что тут вот есть рекомендации на вступление в Союз Писателей. Вы раскроете все секреты. И лучшие будут приглашены на Всероссийский литературный фестиваль Мацирия, который пройдет в декабре в Москве. То есть это the best of the best of the best получается. То есть это будет сложно, наверное, сделать. Да, им не нужно будет, соответственно, проходить предварительный отбор на этот фестиваль. Они могут сразу туда попасть. То есть, в принципе, это тоже какой-то шанс заявить о себе, рассказать о себе, показать о себе в конце концов. Ну что, друзья, если вдруг вы чувствуете в себе силы, не стесняетесь, принимаете активное участие, предыдостойные, они как бы тщеславие, да, свое какое-то тешат очень хорошо. Это же для авторов, по крайней мере, не знаю, очень хорошо, когда тебя и напечатают, и оценят. Такой вопрос. Темы какие-то вот неограничены? Темы неограничены. Что не допускается, например? Ну, как обычно, нецензурные какие-то тексты, ну, также пропаганда, насилие, религиозные, да, межнациональные розни и так далее. Ну, все, что противоречит Конституции, в общем-то, то не допускается. А на самом деле этот фестиваль — это еще опыт проанализировать свои собственные произведения со взглядом на произведения Михаила Нищенко, то есть есть ли какие-то общие черты. Ну, то есть и на мастер-классах, да, наверное, будет? Это будет вот такой вот сквозной как бы линией на всех днях фестиваля, потому что будет также вечер, посвященный Михаилу Нищенко и презентации его книги «Избранных стихов». Ну что, я вас благодарю за то, что пришли, рассказали. Друзья, фестиваль, всероссийский фестиваль, напомню, пройдет в Самаре с 22 по 24 ноября. Посвященным будет Михаилу Нищенко, нашему замечательному земляку, которого, к сожалению, нет уже, но память о нем есть и стоит об этом знать и принимать участие, конечно, если вдруг вы чувствуете в себе силу. Спасибо вам большое, вам удачи в проведении мероприятия. Надеюсь, может быть, даже по итогам нам удастся встретиться, послушать авторов и, может быть, даже иностранных, ну, точнее, заезжих из других городов. Вам благодарю, что нам звонили, Катерина, ваш приз на Наташу Королеву в силе. Спасибо всем, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова